Клавдия и Гертруда, король и королева, подговаривают двух друзей Гамлета, Розенкранца и Гильденстерна, развеселить безутешного принца, который, по мнению короля и королевы, немного сошел с ума. Василий Таргашин. Саша Соколов. Школа для дураков. Дорогой ученик и товарищ такой-то сидели на подоконнике в уборной, стоили у карты перед лицом класса с указкой в руке, играя ли в преферанс с некоторыми сотрудниками в учительской или в котельной, я нередко оказывался свидетелем того, в какой нездешний ужас приводил этот безумный ваш крик и педагогов, и учеников, и даже глухонемого истопника, ибо где-то и кем-то сказано «Глухой придет время и услышит». Разве не видел я, как совковая лопата, которую неустанно швыряет он уголь в ненасытные адовые топки в течение холодных сезонов, разве спрашиваю, не видел я, как совковая лопата выпадала из длани несчастного старца, Когда наставало время вашего крика, время глухом услышать, и он, обернув ко мне, обуглившееся и страшное в танцующих бликах и отблесках пламени, изъязвленное и небритое лицо свое, обретал на минуту до речи, и следом за вами, мотая похмельной головой, кричал, нет, он рычал, то же слово, бациллы, бациллы, бациллы.